У нас в кабинке включены сейчас пара ссадки, так как народу ходит мало, вот здесь потопитель, кондиционер. А, я понял, понял, понял. А я еще слышал, что у вас было ЧП здесь несколько лет назад, из-за того, что неправильно люди рассадили. Было такое? Ну да, это было. Что-то было, ну вот да. Понятно, не все об этом хотят говорить, но правильно рассаживать людей в кабинке это важно, чтобы не было разбалансировки. Спасибо огромное, ну вот как бы. Немногие и войдем, спасибо. Вот, мы поехали, получается. Что сразу хочется отметить? Очень прикольно сделан столик, да, то есть сразу есть дороги из Москвы, Ярославль, Кострома, то есть так называемое Золотое Кольцо. Вот, и аудиогид работает, аудиогид. Это очень прикольно. Сейчас очень интересная аудиоэкскурсия, и Терешкова оказывается из Ярославля, и очень много знаменитых людей. В общем-то, город знаменит не только своими историческими знаниями, историей, но и людьми, которые отсюда родом. Ну вот, мы на самой высоте, получается. И, конечно, я, знаете, я хочу просто сразу эмоциями чувствуем поделиться, это прекрасно, потому что ты смотришь и понимаешь, какой это прекрасный город. За время моей командировки сюда я не успел им проникнуться, и только лишь сейчас это произошло, потому что действительно он прекрасен. Это и сохранились церкви, исторические здания, которые не стали портить, даже не в центре. А вот посмотрите, да, насколько город, несмотря на то, что, кстати, на начало 2000-х здесь было около 300 предприятий, заводов, их не видно отсюда, да, даже с учетом того, что, конечно, много из них закрылось, но тем не менее. Хотя нет, вон там вот торчат трубы, там торчат трубы, но тем не менее, да, очень меня впечатлила эта река. Я забыл ее название, к сожалению, но она впадает в Волгу, и здесь неделю назад были морозы, и видно даже сейчас, что вот как люди катались на коньках, эти вот следы остались. И так как русло реки, оно огромное, то это, получается, природа подарила ярославцам бесплатный каток, что тоже очень приятно. В общем-то, город меня сейчас впечатлил, как и вот то, что в соседнем, в следующем за нами, в кабинке обозрения, сиденье сделано в виде долек фруктов. Киви, арбуз, апельсин, лимон, киви, арбуз. Очень тоже креативно, фирменно. И вот, хочется сказать, что действительно высоко мы находимся, я хочу сказать, что отсюда 65 метров ощущается выше, чем в Лазаревском 85. Вот такие вот ощущения, и, конечно, вот мы прямо сейчас вот на самой-самой вершине, вот сейчас самая-самая вершина, и посмотрите, какая красота, какая красота. Напоминаю, что город Ярославль, он старше Москвы, и здесь, вот смотрите, строится какое-то большое современное здание, судя по котловам, и тому, что даже сейчас тут работают, он там активно. Очень круто, очень круто. Если вдруг кому-то интересны технические части колеса обозрения, как это устроено, как Константин, например, то вот специально снимаю. Очень тепло, комфортно, уютно. И еще раз, как сделан столик колеса обозрения, как сделаны лавочки колеса обозрения, есть даже вентиляционная корточка. Значит, это все грамотно, и мы приехали. Вот так вот даже расписан потолок исторический. Исторический. Ура! Спасибо огромное! Да, прям тепло. Вот выход, тоже турникет, получается два турникета. Опа! Один на вход, один на выход. Всего хорошего! Ну вот это было... Да, вечерний город, как-нибудь заеду, посмотрю обязательно. Спасибо! В общем-то, это было Ярославское колесо обозрения. Очень здорово все сделано. Впечатлил город, впечатлила аудиоэкскурсия. Думаю, что во всех колесах обозрения нужно этот момент использовать. И, конечно, город предстает во всей своей красе. Если уж вы оказались в городе Ярославль, то обязательно сходите на колесо обозрения, покатайтесь и увидите какой-то большой, красивый город, который перемешался и историческая часть, и современная. И реку, впадающую в Волгу, вы увидите. В общем-то, то, что я прописываю вам, если вы здесь окажетесь. Пока!